Пересекаем 7 железнодорожных путей на станции Осенцы Работы будет много, говорит Андрей Ковальчук Речь идет о дополнительном выезде с промузла Осенцы Вот на схеме новая трасса, которая соединит Нистюковский тракт и промышленную, разгрузив существующий выезд Улица Промышленная, шоссе космонавтов И там утром в направлении на работу огромные пробки, вечером в обратном направлении Еще один серьезный проект улицы Крисанова Ее планируется продлить и в результате она соединит Пушкина и Столбовую, далее Карпинского, пересекая шоссе космонавтов При этом на схеме видно, что планируется перенести трамвайные пути, построить мост через Данилиху и возвести эстакаду Очень оживленный перекресток, здесь постоянные пробки, вот здесь трамвайные пути Давно уже назрел вопрос с развязкой Это один из самых масштабных дорожных проектов, которые стартуют в этом году, доложил главе региона Дмитрию Махонину Краевой министр транспорта Андрей Олекринский Как отметил губернатор, дорожная отрасль – одно из основных направлений в развитии Прикамья Это развитие территории, прежде всего мы с вами ставили перед собой задачу увеличивать темпы дорожного строительства Мы ставили задачу проведения своевременной заранее торгов, для того, чтобы подрядные организации могли подготовиться до дорожного сезона В итоге жители получают новые дороги, комфорт передвижения, растет транспортная доступность соцучреждений Что касается темпов, они тоже растут В прошлом году только в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» привели в нормативное состояние 55 трасс и улиц Протяженностью более 100 километров При этом, когда подрядчики приступают к работе, речь идет не только о новом асфальте Установлено 34 комплекса фото-видеофиксации, 187 пешеходных переходов на дорогах регионального значения, 163 камеры видеонаблюдения на региональных мостах и путепроводах Из наиболее крупных объектов прошлого года – обход часового Первый этап улицы строителей в примере конструкции большевистки в Березняках При этом инвестиции в отрасль ежегодно растут Цифры для сравнения В прошлом году размер дорожного фонда составил почти 19 миллиардов рублей В 2022 году сумма основательно выросла и составляет уже 21,5 миллиард По итогам встречи глава региона поручил темпов не сбавлять качество работ, контролировать Кроме того, обратить внимание на сам транспорт, в частности электрический Так только для краевого центра планируется приобрести 50 трамваев и отремонтировать 50 километров путей Максим Пекер, Матвей Вершинин, Вести Пермь